Мои дорогие козероги, я вас приветствую! Давайте сегодня посмотрим с вами прогноз на октябрь. Октябрь 2020 года. Что же нас ожидает по мнению карт Таро? Смотреть мы будем на колоде Вечеверса. Выкладывать мы будем три карты. Кто-то писал мне, что три карты мало, Галина. Я вам объясню. Три карты для общего прогноза это вполне достаточно. Не имеет смысла выкладывать веерами карты и читать их часами, трактовать. Это неразумно, как минимум, мягко скажу. Потому что это не индивидуальный прогноз. Это прогноз получается в никуда. А мы смотрим просто на общую картину. Какое общее настроение будет для всех представителей определенного знака. Понимаете? Потому что, ну, в общем, вот так, мои дорогие. И еще хочу сказать, что у меня появился инстаграм-канал. Переходите адрес внизу под видео. Переходите туда, подписывайтесь. Там у меня прогноз на каждый день. То есть вы каждое утро можете смотреть карту настроения дня. Для всех абсолютно. Вот так. Такое небольшое отступление. А сейчас, мои дорогие козероги. Октябрь тоже будет турбулентным месяцем. Немножко потрясет. Козерогов давно грядут изменения у многих. Но я вас уверяю, что все изменения ваши к лучшему. Все по заслугам. Поэтому, мои дорогие, смотрим, каким будет октябрь. Три карты. Итак. Ух ты. Первая карта. Вторая карта. И третья карта. Ох, ничего себе. Прям два старших аркана. Вы знаете, и такие арканы вообще прекрасные. И карта победителя. Я вам сразу скажу. Даже я вот не зря, видимо, не оговорилась. А не зря могу сказать. Ой, у меня вот эти патчи под глазами. Я их немножко поправляю периодически. Что все будет по заслугам. У нас справедливость выпала. Движение вперед у вас должно быть в октябре. Только движение вперед, которое приведет вас к победе. Определенно приведет к победе. Ну и давайте трактовать отдельно каждую карту. Первая карта у нас выпала колесница. Ой, это замечательная карта. Я так люблю эту карту. Посмотрите, колесница. Внимательно смотрим на эту карту и на иллюстрацию. И, в общем-то, перекладываем ее на свои события, будущие. Предугадываем их. Итак. Карта нам говорит о том, что многих козерогов могут поставить на какую-то руководящую должность. Либо доверить им какие-то узды правления. Какие-то из козерогов у нас женятся в октябре или выйдут замуж и будут главой семьи. Именно об этом говорит. Поскольку мы видим всадника, у которого бразды правления в руках. И он, в общем-то, управляет этой колесницей. Будет у многих из козерогов выбор, как поступить. Хорошо или плохо. Ну, темная, светлая сторона, образно говоря. Выбор будет только за вами. Здесь мы не увидим кульминации какой-то, потому что, ну, естественно, у каждого своя ситуация. И свои какие-то намерения. Ну, и, в общем-то, свое принятие решений. Что нам советует эта карта? Эта карта нам, конечно же, советует движение вперед. Мои дорогие, только движение вперед. Эта карта, которая вообще нам говорит, ни минуты не мешкайте, продвигайте себя, улучшайте свою жизнь. Потому что смысл жизни вообще быть счастливым. Вообще наш смысл жизни. Мы как бы живем, да. И у нас должна проходить линия жизни. И в голове вот эта мысль, что смысл жизни быть счастливым. Улучшайте свою жизнь. И тогда все вокруг вас будет тоже улучшаться. Кто-то мне недавно написал, что козероги бедные бьются, и я год жду. Год, как-то там написано, желаемой должности. Ну, что-то такое. Мои дорогие, я хочу сказать вам, поменяйте мечту. Поменяйте свое представление о своей работе. Биться год, это биться об стену, в закрытые двери. Вам нужно развернуться, не тратить на это время и пойти делать что-то другое, что-то свое. Пойдите с другой стороны, зайдите. Либо поменяйте мечту. Ну, потому что год добиваться желаемой работы, это по меньшей мере человек год живет в состоянии несчастного человека, который не может чего-то там добиться. И, ну, это как-то, это вообще ужасно все звучит. Вот, но именно вот так вот человек, то есть так именно описывает свою какую-то... Ну, в общем, мы сейчас не об этом. Вот, мои дорогие, и так, колесница, да, ну, я, как уже сказала, бразды правления. Все, вы будете ситуацией управлять только вы. Вот я хочу просто как бы вам эту мысль выделить, что вы управляете ситуацией, вы управляете в семье, ситуацией, принятие решения только зависит от вас. И посмотрите, вот мы посмотрим обратную сторону Вичи Верса, да, которая нам позволяет, в принципе, заглянуть немножко дальше в будущее. Это вообще такая колода, она очень интересная. В общих раскладах она не так звучит, в индивидуальных она очень красиво звучит. Действительно, ее можно трактовать, можно смотреть. И на данный момент, о чем она нам говорит? О том, что нельзя останавливаться. Посмотрите, здесь рушится мостовая, то есть вам нужно только движение вперед. Если вы остановитесь, вы все, завязните. Вам нужно движение вперед. Вот то, о чем мы сейчас говорим, мои дорогие, как победителя. Ничего не бойтесь. Козероги, такой знак, он не станет заниматься самоедством, как это могут делать скорпионы, которые очень остро чувствуют все, тонко и другие знаки. Козероги этим не отличаются. Поэтому, мои дорогие, вам это будет сделать несложно. Вот прям как победители, мчите вперед, и все у вас будет хорошо. Берите бразды правления в свои руки. Принимайте решение, никому не позволяйте принимать решение за вас. Анализируйте ситуацию, анализируйте происходящее в вашей жизни. Особенно это будет иметь, как бы, такой вот хороший-хороший, скажем так, результат в первой декаде октября. Несмотря на планеты. Астрологи нас пугают планетарными изменениями, затмениями и так далее. Конечно, это имеет место быть, но я хочу сказать, что это межгосударственные какие-то моменты. То есть, это общее скопление людей. Ну, индивидуально это мало кого затрагивает. Поэтому не живите в страхе, что у вас что-то будет не так. Итак, мои дорогие, вторая карта. Вторая карта у нас шестерка жезлов. Это замечательная карта огненная. Она очень быстро проигрывается. Вторая декада октября, возможно, у вас ознаменуется тем, что вы будете как победитель. У вас вообще карты победителя. Вообще замечательный октябрь у вас должен быть. Не упускайте шанса, что-то делайте для себя. Потом оглянётесь и поймёте, что, да, действительно, в октябре у меня был прорыв. Потому что, как правило, не все эти моменты мы чувствуем как триумфаторы такие. Да, зачастую уже по истечению времени, когда уже пройдёт время, мы оглядываемся и понимаем, да, действительно, это было так. Так вот, вторая декада октября у нас может ознаменоваться тем, что вы будете победителем в какой-то ситуации. Вы знаете, это всё равно, что выйди на сцену. Это как такой выход с фанфарами, скажем так, с освещением. Весь фокус на вас. Так и вы. Какая-то будет ситуация, где вам будут очень рады, вас заметят, на вас захотят равняться, вас будут приветствовать, вас будут ждать. И, в общем-то, вы будете победителем. Мы видим здесь всадника, жезлы и венок на жезле. То есть это как венок победителей считается, да. Обратная сторона – это то, о чём я говорю. На фоне каких-либо, каких бы то ни было событий, вас будут ждать и приветствовать, и вам будут рады. Посмотрите, все вот, ну, у нас иллюстрация такая воинственная немножко, хотя они в разных колодах по-разному это всё выглядит. Но, тем не менее, смысл один, что вы победитель, что, в общем-то, у вас, ну, замечательно-замечательно такая вторая декада октября. Так, третья карта у нас тоже старшие арканы. Это карта справедливость. Конечно же, все мы знаем, что карта справедливость нам говорит, что нам будет дано по заслугам. Мои хорошие, если вы долго ждёте, если вы долго чего-то добиваетесь, если вы не отходите от своего плана, если вы продавливаете свою ситуацию для того, чтобы улучшить свою жизнь, вы получите по заслугам. Но эта карта именно об этом говорит, ни о чём другом. То есть каждый получит по заслугам. Вот на этом остановимся, потому что, повторю, что это прогноз общий, нет надобности конкретно углубляться, что у кого. Но карта вот такая интересная, которая нам говорит, что мы получим по заслугам. Давайте вытащим ещё карту. 78 дверей одну. Ну, такое общее, посмотрим настроение. Месяца для козерогов на другой колоде. По другой колоде. Интересно, как, что нам расскажет эта колода. Ох, какая-то карта выпрыгнула. Неплохая карта выпрыгнула. Рыцарь Жезлов. Оставлю я её здесь. Рыцарь Жезлов – это какое-то начало, какой-то молодой человек огненного знака. Обратите на него внимание. И начало чего-то. Особо ни к чему она нас не приговаривает. И ни о чём нам о таком не рассказывает. Поэтому тащим карту. Король Пентакли. Вы абсолютно, абсолютно козерожья карта, могу сказать. Ну, не абсолютно, но, тем не менее, она может быть причастна к козерогам, поскольку козероги – это тоже земной знак. Это мужчина. Скорее всего, если вы мужчина-козерог, это может вас олицетворять. О чём она нам говорит? О накоплениях, мои хорошие. Возможно, в октябре вы сможете сделать себе какие-то накопления. Это медленная карта. Это карта, которая как сажать зерно, допустим, в землю, ждать, пока что-то вырастет, и потом уже собирать плоды. То есть какой-то задел, возможно, вы сможете сделать в октябре месяце для себя все, мои дорогие козероги, особенно мужчины. Мужчины будут подсчитывать, возможно, свои доходы, смотреть, сколько они могут отложить себе, да, на, скажем так, свою подушку такую материальную. Вот. К этому будут предпосылки, значит, будет заработок. И, скорее всего, будет заработок, потому что у вас вообще замечательный расклад, замечательные карты, мои дорогие козероги. Но, повторю, что всем по заслугам, но, тем не менее, судя по всему, вам будет что отложить на, не хочу говорить слово на черный день, на свою подушку безопасности, на то, чтобы потом потратить, на отпуск прекрасный там, на какие-то события прекрасные, какую-то крупную покупку, возможно, у вас будет что отложить. То есть вы хорошо заработаете в октябре, мои дорогие козероги. И с чем я вас и поздравляю. Замечательный месяц октябрь для козерогов. Что бы вы ни говорили, как бы вы ни говорили, если у вас что-то не получается, вы бьете стену головой об стену, извините меня за такое сравнение, да, то, мои дорогие, подумайте, что не так, что с вами не так, что как-то вы не туда идете. Ну, потому что, действительно, козероги – это знак упрямый. Вот, ну, иногда все-таки можно подумать и поменять свою стратегию, либо, ну, и так далее. Мои хорошие, я желаю вам прекрасного октября, мои дорогие козероги. Не забывайте про Инстаграм, пожалуйста, переходите туда. Я буду вам очень рада. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Желаю вам прекрасного октября еще раз. И пока-пока, встретимся в следующих видео.